Ну да, часто, когда я рассказываю, чем я занимаюсь, люди сразу задают вопрос, а что это такое? Золняня – это когда ты приходишь на территорию хозяина и сидишь конкретно с собакой. Пока хозяина нет дома, есть такое, когда хозяева уезжают, и они конкретно тебе привозят домой собаку, и ты на своей территории находишься с ней. Мы работаем вместе, Наташа занимается в основном собаками, я беру котиков, и плюс я еще уезжаю на дом. Когда хозяева не хотят оставлять животное на домашней передержке, я приезжаю к ним домой. У нас специальная гостиница, то есть у нас помещение, тут сделаны специальные вольерчики, где живут наши животные. Там вообще интересная женщина была, она привезла кошечке несколько лотков. В одном лотке должна была быть древесная стружка, другой лоток должен быть просто кристально чистым, а третий лоток должен иногда вымываться вишневым мылом. И она, когда первый раз пришла, она пошла нюхать лотки. Мне интересно представить этот день, когда вдруг кошка дает своему хозяину знаки, что, дружище, мне нужно три лотка, и один из них должен пахнуть вишней. Ну, самый такой забавный случай у меня был, вот это знакомство с Жаколей, там, то, как они копируют слова, слова, да, как они говорят твои интонации. Когда ты сидишь разговариваешь по телефону, еще не успела взять трубку и попугать, такой, алло. Я стараюсь при них, ну, выражаться всякими такими неприличными словами, но было такое, да, у меня вылетало, как бы я не буду это отрицать. И я, кстати, об этом сразу же сказала хозяину, он мне сказал, не переживай, не еду, тебя знали. Приезжает женщина, мы заселяем кошечку, она такая плоскомордая, кошечка. И она говорит, а вы знаете, у нас мисочка для воды очень необычная. Ну, я такая думаю, доставайте. И достает пятилитровую банку, и кошка из нее пила. Потом, как мы приехали, вместо лотка кот ходил в тазик. А вот 10 лет ходил в этот тазик. Была у меня ситуация с французом, когда я вышла в магазин ненадолго, я вернулась домой, а у меня все, что находилось на столе, оказалось на кровати. Был стульчик возле стола стоял, он на него встал, и просто по очереди перенес все, что было. Деньги, кошелек, расческу, все. Я прихожу, смотрю, у меня все лежит на кровати, и он такой доволен с ним. Я сделала все, я молодец. Да, я тебе тут порядок навела. Да. Вот мне лично везло всегда. Компенсации много раз платили с клиентами, не то что разбирались, но озвучивали, что тысячекратно извиняемся, но ваша кошечка обгадила всю квартиру и разорвала все обои. Что вы можете на этот счет сказать? Кто-то говорит, да пошли вы, а кто-то говорит, да-да, вот вам пару тысяч на новые обои, условно. У няни это реально частенько происходит, то есть там собаки погрызть что-то могут. Были собаки, которые писали на одеяло, на пол, везде. Было такое то, что собака описывала прям вот много слоев одеяла. То есть у меня была и простыня, два одеяла покрывала, и оно просто все было мокрое насквозь. Хорошо, что до самого дивана не дошло. То есть были собаки, у которых очень длинная шерсть, и когда они пьют воду, соответственно, с морды все стекает, они просто пробегают по всей квартире, и потом вода просто везде, ламинат, он вздувается. Именно за такие мелкие вещи я бы не просила компенсацию. Если бы собака там отгрызла кусок дивана или еще что-то, конечно, я бы об этом сказала. И я думаю, мы бы этот вопрос обговорили с хозяевами. Нам привезли собачку, она была, кстати, довольно крупная, на высоких таких лапах. Это была не моя смена, я утром просыпаюсь, мне сообщение от коллеги с добрым утром. И там сидит эта собака, и там куски пола погрызанного просто, весь разодранный. Вот ей ночью было скучно, просто весь пол скушала. В принципе, это может быть от одного дня, может быть даже от одного часа, и до нескольких месяцев зависит от того, насколько долго хозяин уезжает. Самый короткий срок – это буквально 20 минут. Мужчина приехал, заселил кошку, вышел из гостиницы, и звонит, и говорит, а можно мне мою кошечку обратно? У него просто отменилась поездка, вот прямо вот в эту секунду. В среднем от недели до двух. Хотя был случай, что у нас собака жила несколько месяцев. Но там интересный был случай, там товарищ ушел в запой. Он продлевал периодически, более-менее в себя приходя, перечислял нам деньги за новый срок, но потом мы поняли, что это бесконечный процесс, и нужно что-то делать. Ну и в один прекрасный день зоу няни со своим мужем и собакой приехали к нему домой и передали собаку. Потому что собаки лучше с хозяином, даже с таким. У нас было, что мы брали змею, мы брали варана. У нас жил у няни ворон или сова, или и то, и то. Потом у нас еще было что-то наподобие грызуна, с такими вот подкрылками. Там всякие рыбки, рептилии, но в основном, конечно, это кошечки-собачки. Самые популярные собаки, это, конечно же, лабрадоры и юркширские терьеры. Такое ощущение, что иногда других собак вообще не существует. Летом у меня был интересный случай, очень интересное знакомство. Два попуга с Жаком. Кстати, с этим клиентом я начала встречаться, мы сейчас вместе. Породистого британского котика с родословной, годовалого красавчика. Как-то, как-то так вот у хозяйки получилось, и она позвонила вдруг в один прекрасный в кавычках день и сказал. Знаете, я как бы, если честно, не хотел бы обратно животное забирать. Вы не сильно ли расстроитесь, как бы? Но мы дали клич среди нянь, и, конечно же, этого котика мгновенно взяла себе нянечка. Ну, потому что потрясающе красивый кот, очень умный и спокойный. Вы не представляете, как востребована услуга усыпления животных. Особо кламурные и умные девушки, которые заводят киркширского терьера после какой-нибудь пьянки, вечеринки, на пару месяцочков, и потом вдруг ее зовут на Мадива. В основном, конечно, все ветеринары тут же пытаются пристроить этих животных, терьеров. Но то, что это существует, это, конечно, мрак, но, тем не менее, это есть. Клиент просто прекращал выходить на связь, не отвечал на звонки, на сообщения и оставлял свое животное. Это была собака большая, ну, ее пристроили новым людям, мы нашли новых хозяев. У моей подруги, которая тоже занимается передержками, она не могла никогда звониться до хозяев. То есть собаку привезли, заплатили за несколько дней, а потом вообще на связь не выходили. И мы звонили с разных номеров, они, хозяева, начали блокировать номера. Мы начали искать этого человека. История закончилась так, что собаку нашли ей другого хозяина, причем она была породистой. Зоу-няня зарабатывает немного, это просто как приработок приятный. Ну, допустим, вот кошка в сутки стоит 400 рублей. Эта сумма, соответственно, еще на две части разделяется. То есть это комиссионные няни и, скажем так, прибыль к шьему. Ну, это очень зависит от сезона и от количества животных. То есть вот сезон и лето, когда все отдыхают, новый год, мы, конечно, получаем больше. Ну, примерно 25-30. У нас есть прайс, за котиков мы берем за день, у нас оплата 250 гривен. За взрослую собаку, это то есть от года и больше, мы берем 300 гривен в день, а за щеночков мы берем 350. У меня две собачки, одна маленькая, другая большая. Вторая, которая вот большая собачка, она сама по себе натура очень ревнивая и очень ворчливая. И когда я прихожу с работы, она просто становится, она меня ворчит, она меня отчитывает, почему у меня пахнет другими животными. И это продолжается всегда минут пять. У меня два кота. Также, например, ко мне в мастерскую пришла неделю назад кошка. Я подумал, что это разовая акция. По итогу у меня теперь в мастерской поселилась кошка. Иногда так бывает, не ты выбираешь животное, а животное выбирает тебя. Я всегда прихожу, она меня каждый раз встречает, потягивается, кричит, ловит мышей. Я пацифист просто, у меня до этого для мышей стояла кормушка с водой и кормушка с едой. Потому что представить, что я убиваю мышей, каждое утро, приходя на работу, я должен, я извиняюсь, подметать свой стол от мышиных фекалий. Но тут пришла кошка и здесь все по-честному. Выживает сильнейший рябин. Да, у меня есть хомяк, он тут на заднем фоне. И я хочу завести собаку себе в будущем, возможно. Просто так как я часто люблю куда-нибудь выезжать, за город, к друзьям, еще куда-то. Как бы хочется находиться с собаками, но не могу себе такого позволить, потому что мне тоже придется пользоваться сервисами передержки. А так я беру сама, я как бы с ними играю, ухаживаю, мне ресурс пополняется, и я потом спокойно живу уже без собак. У нас есть свои питомцы, у Насти есть два кота и у меня есть два кота. А двое из них я даже сейчас могу показать. Скажи, привет, привет. А это мой рыжик, да, их у меня двое, но второй где-то, наверное, спит или гуляет, я не знаю. Они, наверное, знаете, слишком привыкли. По крайней мере, мои коты реагируют очень спокойно на собак, на котов. Йорк-шурецкий терье максимально спокойный, тихий, такой здесь испуганный. Он больше, чем на метр не отходил, с поводка его не спускали. Но что-то где-то там в защелке, и он стартанул и в никуда просто побежал. Через несколько часов к няне в квартиру этого терьера привели обратно. То есть, понятно, что все обклеили, все объявили. Был такой случай, что я гуляла с собакой, и он резко начал хромать. Я, соответственно, быстро реагирую, переворачиваю лапу и смотрю, что у него в темноте. То есть, это был уже вечер, и под лампами не было видно, что это такое. Я думала, что ему какое-то стекло врезалось в лапу. Когда я пришла домой, я все проверила, а это просто был какой-то камешек, и он застрял между лап. И как бы ничего не задело, никакие ткани не были повреждены, но я тогда прям конкретно испугалась за его здоровье. Царапины на руках постоянно. Если тебя котика писает, потом едешь, пахнешь, не самое такое приятное. Ну, естественно, ты не только тискаешься с животным, ты еще за ними убираешь. Я даже отнесла к минусу работы с зоняней. Мы ужасно к ним привыкаем, это правда. Они спят с нами в одной кровати, мы с ними постоянно находимся. Но все-таки нас утешает та мысль, что за животным приезжают любящие хозяева, да, их очень любят. И этот момент, когда хозяин заходит к нам домой, животное бежит к нему, там чуть ли не сносит, его облизывает, там напрыгивает. Ну, то есть это офигенный момент. Ну, тут есть такое, да, что в каждое животное практически сразу влюбляешься, но понимаешь, что, а как быть, всех не взять. Контакт глазами, да, определенные вещи. Дать сначала кошечке понюхать, там, допустим, кончик пальца. Они сразу, там, ну ты мой хороший, вот это, ах, кошки ненавидят таких людей. Они передавали мне эту информацию. Но я говорю, что я прямо вижу в себе скилл, умею общаться с кошками. То есть если я прихожу в гости, и там живет кошка-стерва, самая злая, которая ненавидит человечество априори, она ко мне подойдет и через пять минут будет лежать на спинке, и я буду их уйти какой-нибудь. Я кошачий волшебник. Было такое, что привозили щенка, который очень сильно беспокоился, он боялся просто всех звуков, но через время он привыкает, то есть я тоже даю ему понюхать себя, начинаю в угла и с ним разговаривать. Вот, и когда такое происходит, мы просто с хозяином чуть подольше стоим рядом, и я стою рядом с собакой, он чуть-чуть подуспокаивается, и уже все становится нормально. И тут же поползли картинки, где кот бежит, сносит в полквартиры, а потом вот черкаши на диване там, и мы милые котики. Да, ну разве нет? Ну это классно, согласитесь, да, когда ты очень любишь животных, ты за ними просматриваешь, и плюс это является твоим заработком. То есть этот сервис, он очень популярен на самом деле в Украине, особенно в Киеве, просто его нужно еще немножечко доработать. Отчасти, отчасти миленькая работа. Да, ты с животными, ты с ними можешь стискаться, но уборку тут у них никто не отменял. Мне просто это нравится, и в свое время, когда мы открывались, свежо, ново были различные отели. Но я горжусь этим проектом, и что это до сих пор все живо, потому что основа – это большая любовь к животным.